Мир вашему дому! А ты... Я знал, что ты справишься. Ага. Я должен найти твоего приятеля и рассчитываю, что ты мне поможешь. Сделаю все, что в моих силах. Что Дэтлов хочет. И если он не захочет, ты его не найдешь. Что закрывает любую дискуссию. Но должен же быть какой-то способ. Вампира не обнаружить чувствами. На нас не действует магия предсказаний. Даже самый точный мегаскоп ничего не даст. А вот это не поможет? Откуда она у тебя? Нашел у жертвы бестии, которую выловили из реки. Труп был расчленен. Причем кистей оказалось три. Вот это с перстнем мне показалось лишней. Кроме того, я ее интересовал из Брукса. Это рука Дэтлафа, без сомнения. И она нам пригодится. Что ты собираешься делать с этой рукой? Слышал о теории Ковенариуса, о сохранении памяти в тканях. Хм. Что-то припоминаю. Я читал об этом в Алхимии Аблиттера. В Каэрморхе не был один экземпляр. Страшно истрепанный. Но, насколько я помню, Ковенариус так ничего и не доказал. Доказал. Только не успел опубликовать. Но мы с ним переписывались, мы были друзьями. И я знаю, что он закончил исследование и провел первые испытания. Ковенариус. Он сдал выразительное название «Отзвук». Она вводит в транс, приближенный к наркотическому. И вызывает видения, связанные с сильными эмоциями, которые испытал хозяин тела. Образно говоря, тебе как бы приснятся обрывки чужой жизни. Значит, есть шанс, что мы увидим, что делал Деттлаф, прежде чем потерял руку. Разумеется. А еще я надеюсь, что, использовав «Отзвук», мы узнаем, где скрывается Деттлаф. Какой странный перстень. Не знаю, что это за металл и эти украшения. Он родом из нашего дома. Того, где мы жили до сопряжения сфер. Подарил мне его мой старинный друг. Он был, можно сказать, гуманистом. Он считал, что мы, вампиры, здесь гости. И, будучи гостями, должны уважать хозяев. То есть вас, людей и старшие расы. Значит, не есть нас, не относиться к нам, как к скоту? Именно. Поэтому я, в свою очередь, подарил его Деттлафу. В напоминании об этих идеях. Ковенариус посвятил полжизни доказательству своей теории. Надо думать, приготовить «Отзвук» будет непросто. Верно. Кроме тканей Деттлафа необходим сильный стимулятор зрительных центров. Яд, который сделает сознание восприимчивым к видениям. Хм, есть пара подходящих ингредиентов. К сожалению, все довольно редкие. Можно взять железы мамуна, но их ближе, чем в Изиме, не раздобудешь. Еще подойдет слюна Вихта Пятнистого, но они вымерли больше ста лет назад. Или глаза Кобальда. Но Кобальды разумные, и я бы не хотел выкалывать им глаза. Хм, поскольку времени на поиски у нас нет, предлагаю попросить о помощи. КОНЕЦ 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 что это было вор они довольно часто встречаются на этой широте очень разумные птицы я попросил его поискать существ которых ты перечислил вдруг кто-то из них найдется неподалеку держу пари что стая воронов узнает об этом быстрее чем один ведьмак всем уважение к твоим способностям другой у них это тоже займет какое-то время так что может соблазнишься стаканчиком мандрагоры ты же знаешь я никогда не отказываюсь сожалению это слабенькая настойка не смогу и хорошо помнится после твоего самогона люди такое говорили что в жизни не сказали бы на трезвую голову и о чем мне бы не хотел рассказывать геральт из риме у всех есть свои тайны согласен с тобой целиком и полностью я уверен время от времени стоит делиться ими с кем-то кому доверяешь столь утонченным образом ты спрашиваешь доверяю ли я тебе я вообще люблю непрямые вопросы этакие тесты на сообразительность один ты только что прошел давай сперва ты выдашь мне какую-нибудь свою тайну вампиры очень интересное создание тебя интересует что-то конкретное что с тобой было после оживление как можно догадаться я долго приходил себя собственно я до сих пор окончательно не восстановился но первый год я не стоять не ходить сам не мог беттлов терпеливо переносил мою слабость если бы не он меня бы здесь не было а регенерация проходила бы куда медленнее когда я уже передвигался на собственных ногах то отправился в бруге свой дом в диленгене я вел спокойную жизнь медика пользуясь всеобщим уважением и являя пример полной противоположности обычным представлением вампирах в бруге тебя потянуло на сантименты разве что самую малость а ты что было с тобой ты нашел цири тогда да но вскоре после этого она ушла а через несколько лет вернулась и мы вместе разбили дикую охоту вижу за время моего отсутствие правда много произошло да но об этом давай поговорим как нибудь после я хотел еще поспрашивать о тебе задам тебе вопрос на который все хотели бы знать ответ что происходит после смерти понимаю ты хочешь чтобы я тебе сказал что человеческая вера в богов имеет какие-то основания но я не знаю вампиры слишком отличный от людей наша материя то есть чего мы созданы не нуждается в форме нам не нужны не мозг и сердце не воздух но ты был мертв в людском понимании смерти да ты чувствовал что-то понимал это трудно объяснить я чувствовал некое беспокойство что-то чего я не мог назвать потому что не понимал только после перерождения я осознал это был холод и невообразимый страх если бы не дедлов я бы утонул в вечности ледяного страха значит тогда ты все-таки не жил это ошеломительный опыт на я просто не с чем его сравнить но ты же знаешь мы воспринимаем смерть иначе чем мы нам чужда ваша привязанность к жизни вы смертны следовательно про вас изначально известно что вы умрете это только вопрос времени потому я часто думаю зачем вы так переживаете чем отличается смерть в 20 40 или скажем в столе все это равны ничтожные сроки весь вопрос в системе координат тот кто может потратить миллиард крон и поймет того у кого их всего 20 воистину многое зависит от точки зрения новая жизнь новое тело выходит ты все начинаешь сначала начать все сначала слишком широкое понятие ты о чем-то определенным возьмем твою зависимость от крови после возрождения твой организм они еще помнят может если ты теперь выпьешь тебя потом не потянет на кровь любая зависимость лишает воли поэтому я не собираюсь рисковать только для того чтобы убедиться что у меня все еще есть проблемы с выпивкой ты прав прости это я из любопытства все в порядке геральт любопытство в этом случае естественно к тому же я всегда ценил к тебе эту черту мне всегда было интересно как проходит ваша регенерация отрастающая рука еще понятно но дедлов собрал тебя из мокрого места это уже задача посерьезней это сложный и кропотливый процесс но возможный чему я наилучший пример и я слышал что и с тобой что-то приключилось кажется ты потерял память на время мне помогла трис мне очень повезло что все закончилось только амнезией видишь вам людям в этом смысле гораздо хуже вас так просто лишить жизни мне всегда было вас жаль из-за этого убить вампира гораздо труднее если тебя уничтожит представитель другой расы то с помощью другого высшего вампира ты можешь возродиться но если смерть причинит кто-то из нашего рода то это уже навсегда никакого возрождения потому вампиры давным давно поклялись не воевать друг с другом ну хорошо можешь задать мне один вопрос что ты хочешь знать всего один вопрос такому невероятному человеку как ты мир это жестоко я попробую если бы ты умер и регенерировал как я в своей новой жизни ты тоже стал бы ведьмаком и это интересует тебя больше всего хотел бы быть ведьмаком меня интересует многое но у нас мало времени ответь мне пожалуйста я стал ведьмаком не по своей воле если бы я мог выбирать я бы нашел себе другое занятие чтобы не приходилось рисковать жизнью каждую минуту и за которые меня может быть даже уважали спасибо что был со мной искренним искренность черта отважных и привилегий немногих не видать твоего приятеля ты уверен что он понял все правильно абсолютно подождем еще минуту наверняка он вот-вот вернется а ты чутки даже во сне почти ко мне как вампир ты уверен что во время испытания травами вам не пересаживают несколько наших генов спасибо за комплимент есть какие-нибудь новости ты был прав в окрестностях нет ни кобальдов не мамунов я говорил позволь мне закончить оказывается есть один вихт пятнистый он живет заброшенном имении в лесах караберты быть этого не может ведьмаки перебили их всех до одного еще до моего рождения тогда советую припомнить все что ты знаешь относительно вихтов пятнистых этот же как-то выжил несмотря на все старания твоих собратьев по цеху кажется я знаю что это за дом с ним было связано какое-то предание местные считают что он проклят может потому вихты выжил его просто никто не беспокоил еще что-нибудь знаешь об этом проклятие не припомню ничего особенного я не придаю значение таким вещам была какая-то история что-то вроде анекдота надо бы вспомнить этот твой анекдот вдруг там что-то важное кажется там было что-то про голод хотя нет может про жадность и кого-то за что-то наказали словом обычное проклятие как по учебнику прости геральт я стараюсь не захламлять ум ненужными деталями неинтересных историй что такое у нас есть представитель давно вымершего вида и некое проклятие это совпадение или между ними есть связь на профессиональный интерес лично я ничего не имею против того чтобы ты занялся этой загадкой но прошу тебя помни нам просто нужна слюна вихта вихты редко живут в лесах в брошенных людских жилищах и того реже скорее уж на пустырях на старых кладбищах к чему ты клонишь я вот думаю может ни хера это не вихт и твой помощник ошибся сомневаюсь вороны исключительно умные создания они чрезвычайно наблюдательны и что он там на наблюдал вокруг имени полно ложек чего ложек не надо так на меня смотреть не я там был может все вихты пятнистые от природы любят ножки или это как-то связано с проклятием давай так начинай готовить микстуру а я раздобуду слюну вихта он использует ее в своих отварах надеешься он продаст тебе немного слюны в крайнем случае принесу тебе его слюнные железы они тоже подойдут я на минуту вообразил как ты убеждаешь вихта наплевать тебе в пузырек очень забавная картина впрочем слюнных желез и правда будет достаточно ну до встречи до свидания я начну штудировать книги книги я думал ты займешься микстурой нам нужен еще один компонент но добыть его будет довольно хлопотно поэтому я надеюсь отыскать ему подходящую замену ясно удачи и тебе мой друг не сядет никто с тобой за стол нет ложки которая тебя накормит никогда больше не захочешь ты взглянуть на себя в зеркало проклятие судя по всему похоже кто-то на этом помешался ригис упоминал что здесь может быть какое-то проклятие надо бы осмотреться вот так хлев придется все тут перетрясти и набрать хоть немного слюны вихта вихт просто помешался на ложках настоящий коллекционер обычная ложка старая уже несколько дней чувствую странное головокружение никогда раньше я не испытывал ничего подобного если так дальше пойдет то хотя бы я не переношу ворожбы и бережеев придется идти какой-нибудь знахарки головокружение отступают хуже всего что к нему добавилась боль иногда настолько сильно что едва вижу я была у травницы старая отвратная баба пригляделась ко мне будто не знаю кого увидела по крайней мере кого кого-то пугало дала мне смесь какой-то гадость которую надо пить два раза в день пока что они помогают сегодня как всегда посмотрел в зеркало я немело обычно я проверяю не появилось и морщинок нет ли тени под глазами а сегодня морщин я и правда не заметил но уже лучше бы морщины на груди у меня выросли волосы они отвратительны наверняка это из тех проклятых трав я была у травницы чтобы ее поколотить не нашла только пустую хату она должна быть на березу знала что со мной встанет убежала отсюда со всех ног моя семья начинает что-то подозревать хотя у состарательно выстригая волосы которые у меня растут все быстрее я долго гнала от себя эту мысль но больше не могу быть может это не травы довели меня от такого состояния прокляйте попрошайка которого я никогда прогнала я должна это выяснить хочу нанять человек который на нее травницу не могу думать трудно писать одна семьи нет есть хочу есть плохая ложка пустая ложка никого есть больно бедная девушка она описала как медленно превращается в чудовище впечатляет это ложечка сделано с удивительным мастерством должно быть ее стащили с богатого стола разбитое зеркало будто кто-то не смог вынести собственного отражения может чудовище и есть автор этого дневника нету ложки которые тебя накормят тот кто здесь живет понял это дословно и кажется ищет подходящую ложку дорогой господин левосье я знаю что много лет вы промышляете выслеживанием людей переступишь переступивших закон у меня для вас несколько не типичный заказ наверняка вы задумаетесь чем же я привлекла вас сюда и почему мы не можем встретиться лично так вот моей нынешней ситуации любая встреча весьма рискованно и не для меня скорее для того кто со мной встречается впрочем не важно дело в том что мы им теперь в состоянии виновата проклятие или же на что я надеюсь и поэтому обращаюсь некая травница которая какое-то время назад давала мне лекарство проблема в том что вскоре после моего к ней визита она пропала бесследно я бы очень хотела выяснить природу моего недуга и поэтому нанимаю вас и прошу чтобы вы нашли женщину которая еще недавно произошла сбором трав в этих местах когда вы ее встретите прошу вас вытянуть из нее все возможные сведения относительно лекарств которые она мне дала если мои страдания результат ее низости получите у него противоядие вы не жалеете не пожалеете поскольку состоятельная особая не буду скупан на награду если все же оказывается что бедствие моей несвязанной странницы прошу тогда ее отпустить ибо это означает что я во власти страшного проклятия от которого разве что какие-либо божества могли бы меня освободить и которые наложили на меня один нищий пришедший однажды вечером когда я устраивала прием до друзей если бы вам свою очередь удалось найти этого першивца я заплатил бы вам двойную цену к сожалению из особых примет которые могли бы вас на него навести я помню лишь то что он утверждал будто продает зеркала понимаю что это немного но все так лучше чем ничего верю в ваши необычайные способности желаем успеха Мерлен для этого товара на деревянной ложке кто-то нацерапал женское имя романтично на деревянной ложке кто-то нацерапал женское имя романтично скелеты люди вряд ли пришли сюда по собственной воле может все это связано с проклятием не сядет никто с тобой за стол похоже на правду вихт говорят покойники любят тишину не знаю насчет покойников а вихты ее точно любят генрих вон грот хотя вихты не похожи на дружелюбных созданий к ним не следует отсидеться враждебно будучи представлены самим себе вихты не представляют никакой опасности их интересуют не драка а котлы в которых они мешают свое варево этот вид опитает большую частью на старых кладбищах но видели их в окрестностях новых погребений и массовых захоронений на зиму вихты впадают в спящику напоминающий человеческий сон живут только по одиночке практически никогда не находят группами но если вихт видит угрозовые территории а для этого достаточно просто сделать шаг на его территорию он превращается в грозного врага и призывает на помощь других чудовищ достоверно известно что в случае опасности вихт изрегает эктоплазменный раствор практически наверно превращающийся в баргест в баргестов эти баргесты подчиняются вихту и тут же нападают на любого кто вихт кого вихт сочтет врагом когда одного из них убивают вихт пытается заменить его другим союзником наилучшая тактика в первую очередь атаковать вихта предварительно выведя из строевого охранника с помощью знака акси на вихтов не действует яд но они уязвимы для серебра а подожди подожди это непростой вихт пятнистый какой-то что ли а пятнистый вихт спокойствие и хладнокровие лучше защита от пятнистого вихта из тактата пятнистый вихт подвиг вихта полностью истребленный ведьмаками он крупнее своих одноцветных собратьев и обязан название пигментными пятнами на шкуре пятнистый вихт обычно обитали на заброшенных кладбищах и пустошах хотя иногда селились в опустевших человеческих жилищах увлекали их создание всякого варева и собственных выделений были довольно не агрессивны если их не беспокоить в случае опасности могли быть опасны при низкой температуре часто падали спящу говорят что лучший способ перехватить их основывался на умелом использовании знака ирден во всем штуке так это уже от внимания наука выглядит и правда как логово вихта довольно странное но все-таки где-то здесь должен быть его котел ложка как ложка ничего необычного вихт просто помешался на ложках настоящий коллекционер а вот и котел который мне так нужен вихт не слишком чистоплотен стол накрыт вихт который тут живет кажется готовит пир похоже над здешним вихтом действительно висит проклятие и он пытается его снять к сожалению котел пусто регису нужен отвар значит не будет ему отвара остается только затаиться и подождать сленый шлюанс и их хозяина нужно найти место откуда будет видно котел и и КОНЕЦ 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 Я не причиню зла. Хочу помочь. Я видел слова проклятия на стене. Я мог бы его снять. КОНЕЦ Ты притаскивал людей, чтобы они сели с тобой за стол, так? Я составлю тебе компанию. По своей воле. КОНЕЦ КОНЕЦ А это для Реймса. Теперь займемся тобой. Давай-ка без ложки. Нет, так не пойдем. Ты искал ложку, которая тебя накормит. Но у нас ее нет. Значит придется есть без ложек. КОНЕЦ 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 ЕДЫ ДАЙ МНЕЕДЫ Я ЗАБРЯ У ТЕБЯ В БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО И я взял ее на руки и принес сюда. Для нее это единственное подходящее место. И правильно сделали. Здесь она быстро придет в себя. Не извольте беспокоиться, я обо всем позабочусь. Здесь она в безопасности и скоро встанет на ноги. Ухаживать за ней будет непросто. Когда я ее нашел, она ничего не ела уже лет сто. Ужасно. Что же с ней произошло? По пути она рассказала мне свою историю. Ее зовут Марлена. Некогда она была красавицей и гордой наследницей поместья Трастамара. Однажды вечером она устроила прием для друзей, а какой-то попрошайка пришел к воротам с миской и ложкой. Уселся у забора и стал ждать. Я слышал об этой традиции. Древний закон гостеприимства велит накормить и напоить такого гостя, чтобы он не ушел голодным. Нарушение оного обычая могло повлечь несчастье. Марлена в грош не ставила старые обычаи. Она прыгнала попрошайку и сказала, что скорее бросит объедки со стола собакам, чем отдаст ему. Нищий сломал ложку и произнес проклятие. Потом он сказал, что ты, красавица, больше никогда не захочешь взглянуть на себя в зеркало. Она обожала пиры. Он пообещал, что больше никто не сядет с ней за один стол. А за то, что она отказала ему даже в объедках, он предрек, что во всем мире она не сможет найти такой ложки, которая утолит ее голод. Суровая кара. Как я понимаю, снять такое проклятие было непросто. Проклятия очень коварные, порой парадоксальные. Главное понять, в чем хитрость. Марлена многие годы искала способ снять проклятие. Обратившись в Вихта, она стала воровать ложки, заманивать людей в дом, чтобы они сели с ней за один стол. Но все без толку. А что сработало? Надо было по собственной воле сесть с ней за стол, принять пищу, не пользуясь ложкой, и сделать так, чтобы она захотела взглянуть на свое отражение. Как? Только и всего? До самых простых решений порой труднее всего додуматься. Если ты Вихт, тебе безумно трудно найти человека, который согласится сесть с тобой за один стол. Это верно. Но главное, что все уже позади. Прошу вас не беспокоиться. Здесь о ней хорошо позаботятся. Спасибо. Мне пора возвращаться к делам. До скорой встречи. Что, готовишь бульон из руки своего товарища? Вижу, у тебя обострилось чувство юмора. Мы не каннибалы, Геральт. Я взял с руки немного тканей. Этого хватит, чтобы приготовить микстуру отзвука. А остальное где? Я сжег все, как велит наш кодекс. Ворон сказал, что ты нашел последний ингредиент. Какие вороны полезные. Часто они тебе помогают? Я стараюсь этим не злоупотреблять, но они и правда бывают полезны. Я хотел быть уверен, что смогу быстро прийти на помощь, если что случится. Спасибо за заботу, но я и сам справился. Долго еще готовить отзвук? И ты что-то говорил про последний компонент. Что там с ним? Видишь ли, с ним есть одна сложность. Приготовление микстуры требует крови. Причем доноры, существо, чьи воспоминания мы хотим получить, должны быть одного вида. Ну, есть у меня один знакомый вампир, который наверняка нам поможет. Правда, Регес? Дело в том, что все не так просто. За время твоего отсутствия я пытался найти аналог, но опасаюсь, что таковых нет. Не понял, что нам мешает просто взять у тебя немного крови? Нужна кровь в состоянии возбуждения. Как ты наверняка знаешь, высшие вампиры меняют свою оболочку. Но вместе с телом у нас меняется и химический состав крови. Короче говоря, мне придется ввести себя в состояние сильного психофизического возбуждения. А еще, короче, безумия. И это будет очень опасно. Опасно? Почему? Даже в другом теле это будешь ты. Но я буду в состоянии свирепой ярости. И ты лучше меня знаешь, что ярость нельзя контролировать. Если ты хоть раз видел обезумевшего вампира, то знаешь, в опасности будут все, кто окажется поблизости. И что будем делать? Я бы не хотел, чтобы ты кинулся на меня с когтями. Я бы тоже не хотел. Но не бойся, я все хорошо обдумал. Скоро расскажу обо всем подробнее. Ладно. Так что ты хочешь сделать? Мы навестим старое владение вампиров. Тесхам мутно. Там есть подвешенные клетки. Я войду в одну, а ты тем временем приманишь чудовища. Потом ты будешь их убивать. Думаю, крови будет много. Достаточно для того, чтобы запах довел меня до безумия. А что это такое, Тесхам мутно? Место казни. Давно, когда мы были здесь еще относительно недолго, жил высший вампир по имени Хагмар. И он так распробовал человеческую кровь, что за ночь мог выпить целую деревню. Это доставило множество хлопот всему нашему роду. Люди, измученные страхом, начали охотиться на нас. Нанимали чародеев и ведьмаков, чтобы нас выследить. Они все равно не сумели бы вас убить. Однако они были надоедливы. Как, прости мне это сравнение, комары, которые вечно зудят над ухом. Остальные вампиры решили, что с этим надо что-то делать. Схватить Хагмара и наказать его. И тогда в подземельях Тесхам мутно возникло место казни. Там создали клетку из специального сплава серебра, дольвинита и метеоритной стали. Хагмара схватили и заперли в клетке. Он сидел там больше двухсот лет, не раз впадая в безумие, но выбраться не мог. Отсюда следует, что ярость моей скромной персоны клетка тоже выдержит. Медлить не стоит. Веди в этот твой Тесхам мутно. Почти готово. Последний ингредиент. Что это было? Кровь. Ворон оказал мне последнюю услугу. Я также принял сангуриум, препарат, обостряющий чувство крови. Так я буду чувствовать запах крови в сто раз острее, чем обычно. Ты спятил? Ты же завязал. Геральт, твое возмущение мне льстит, но прошу тебя успокойся. У меня не было выбора. Так что жребий брошен. Отправляемся в Тесхам мутно. А то у меня голова уже идет кругом. И ты начинаешь слишком хорошо пахнуть. А ты начинаешь меня пугать. Без дата они идут. Мы на месте. Священный залп для пыток и казни находится под землей. Веди. Работа падальщиков. Логово у них должно быть совсем недалеко. Верно. Я говорил, что здесь опасно. За этой стеной находится... Древняя темница вампиров. Я в жизни многое повидал. Но что бы такое... О, я весьма польщен. Это большая честь показать что-то новое такому придире, как ты. Я открою. Что за... Старинный способ защиты от непрошенных костей. Дверь открывает механизм, который реагирует только с кровью высшего вампира. Хитрые механизмы, вампирская крепость. Похоже, Тусэнд был для вампиров важным местом. И остается им. Во время сопряжения сфер именно здесь открылись ворота из нашего мира в этот. Эти земли мы увидели первыми. Я тот, кто служит пламени, возвышусь над людьми, отрекаясь от слабости представленной над людьми, становлюсь я пастырем сюда наполненной силой. Обращу я свой меч против врагов пламени. Я господин и раб, я исполнитель воли племени. Я принимаю этот меч и панцирь, чтобы служить племени. Это плохое место. Здесь в воздухе смерть. Очень многие простились здесь с жизнью. Эти глифы, высеченные в скале. Когда-то они были покрыты кровью. Они что-нибудь означают? Это символы, вы бы сказали, племен, которые разошлись по миру после сопряжения сфер. Мои предки начертали их здесь, чтобы они напоминали, откуда мы происходим. Вижу, вы собрали тут особую библиотетку. Да, хотя... В последние десятилетия многие из нас узнали, что значительно более результативный метод на получение крови хорошего качества, нежели охота на отдельные хозы, является систематизированным и контролируемым разведением людей. Кроме 100 очевидных плюсов, как, например, возможность влиять на состав корма, употребляемым стадом, или возможность скрещивать определенные особи с целью получения потомства, отличающегося лучшим гемоглобином. Неоспоримым плюсом разведения людского стада является тот факт, что домашние, если рожащиеся под присмотром люди, ведутся иначе, чем особи, рассеянные по своим естественным ареалам обитания. Они становятся менее агрессивными, и тем самым доставляют меньше хлопот. В подходе к разведению людей существуют различные школы. Две из них в последнее время, кажется, получили наибольшее признание. Это клеточное разведение и свободный выпуск. Наше исследование подробно рассмотрит достоинства. Недостатки методов, характерные для обоих типов разведения. Вступительный, же чаще следует обратиться внимание на основные различия между двумя этими типами. Клеточное разведение, чрезвычайно подробное и точно описанное в работе разведение человеческого стада, предусматривает размещение нескольких мужских и женских особей в замкнутом ограниченной пространстве и постоянным доступом к воздуху, воде и питанию. От разведения способом ТН, свободного выпаса, оно отличалось тем, что стадо не покидает территорию разведения и все время содержит что-то в неволе. В свою очередь, свободный выпуск подразумевает нахождение стада в его естественной среде, либо создание для него условий как можно более приближенных к естественным, то есть основания деревни. Подробнее изменить главу людских деревней, создание и обустройство разведения, а затем создание психической зависимости от хозяина. Наиболее смешанным методом формирования привязанности у человека является создание условий для гарантированной безопасности и постоянного получения высококачественных кормов. Стоит также добавить, что человек, который доверяет своему хозяину в тот момент, когда его пьют, не чувствуя страха и не защищается, из-за чего в его организме сокращается выработка нориадолина и кортизола, которые негативно влияют на вкус крови. Более того, случается даже у человека домашним методом свободного выпаса. В момент употребления крови хозяин ощущает своеобразное удовлетворение, по-видимому, сродни сексуальному возбуждению, что в свою очередь повышает вкусовые достоинства его жидкости. В разведении человеческого скота важнейшие аспекты являются обеспечение статус таких условий, которые, с одной стороны, гарантируют ему выживание, а с другой стороны, не позволяют слишком удаляться от установленных границ. Следует помнить, что люди – это общества, запрещенности, не наделены разумом, а скорее врождены хитростью и инстинктами, которые диктуют им получать как можно больше за счет своего окружения. Для практики разведения это означает, что человек всегда будет хотеть получить больше, чем мы ему даем. Поэтому рекомендуется обеспечить каждое свое место для сна, питания два раза в день и постоянный доступ к воде. Эти условия, хотя некоторым они могут показаться чрезмерными, обеспечивают оптимальную выработку гемоглобина хорошего качества. Также необходим доступ к воздуху, без которого люди мрут в течение нескольких минут. В убийственных лучших условиях не следует беспокоиться о размножении человеческого стада. Если ему обеспечить минимальные условия выживания и перемешать женские особи с мужскими, они будут размножаться, невзирая на то, что находятся они в неволе или нет. Здесь следует напомнить, что существует животноводческая школа, которая велитонсит к человеческому стаду с большой заботой, в том числе доставлять им питание лучшего качества и обеспечивать свой водный выпас с определенными ограничениями. По-видимому, это должно обеспечить более интенсивную выработку полезных составляющих в крови и сделать последнюю вкуснее. Однако здесь стоит напомнить, что подобные методы разведения значительно труднее и требуют применения техники эмоциональной привязанности, которая идет в следующих главах. От демонов прошлого. От демонов. От демонов. От демонов. От демонов. Ах, вот как, это очень интересно. То, что ты говоришь, думал мне надо будет исследовать албаторию твоего сердца. Как это исследовать? Объекновенно вынуть его и подвязываемся сторонам исследования. Но ведь, господин, я тогда умру. Да, ваше смерть представляет для меня больше неудобства. Но ведь это не я создал ваш вид. Не я в ответе за его чрезвычайную хрупкость. Беседа проходила на русском языке и записана на нем жест Willy. Тинограмму необходимо перевести. Тинограмму необходимо перевести. Видишь ли, мои предки были не самыми великими гуманистами. Они решили, что лучшая кара для Хагмара – мучить его запахом крови, которую он не сможет попробовать. Поэтому здесь держали также людей, которым пускали кровь. Хагмар сходил с ума от боли и злости, а люди умирали от потери крови. К ним относились как к вещам. Я хотел бы возразить, повернуть время вспять, но это невозможно. Я могу чувствовать только стыд за моих собратьев. Не вини себя. Ты ничего не мог сделать. Приступим к делу. Да, правда. Я приготовил приманку, будь любезен. Разложи ее, пожалуйста. Лучше всего у входа в туннели. Тогда запах разнесется повсюду. Разложи приманку у входа в туннели, чтобы чудовища быстрее почуяли запах. У меня волосы встают дыбом, как подумаю, откуда здесь эти туннели. Это естественный ход событий. Запах смерти привлекал трупоедов. Три разложил, осталось последнее. Думаешь, получится? Надеюсь. Мясо воняет так сильно, что запах должно быть в Новиграде. Приманки готовы. Я войду в клетку. Ты меня прикуешь. Сплав, из которого сделаны прутья, не даст мне обратиться в туман. А ты что, захочешь сбежать? Я буду хотеть одного. Остановить боль. И я за себя не ручаюсь. Давай, быстрее. Чудовище почти здесь. А у меня уже кружится голова. От крови? Да. Кто не знает, как вампиры алчат крови? Не представляешь, что такое жажда. Может, договоримся про какой-нибудь знак? Ну, на случай, если тебе станет совсем не в моготу. Ну, и что ты тогда сделаешь? Не знаю. Успокою тебя как-нибудь. Ты не сможешь. Ого. Рейдис почил кровь. Хорошо, то я уже слышу следующее. Держись, я тебя сейчас отпущу. 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 Ты только скажи, что делать. Держись, я тебя сейчас отпущу. 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 Простите. Я только на минуточку. Вы встряли в очередь. Но, милостивый граф, у меня заседание сейчас. Сэр, вы были первым. Пожалуйста, присядьте. Этот господин был первым. Шевелись, а то пожалеешь. А-ха-ха-ха. Это знакомый вашего сиятельства. Сэр. Ух, heating. Да. Ух, хелло, хелло, бедя, я тебя сейчас отпущу. Ух, хелло, бедя. Держись, я тебя не уверена. Ух, вы держите. Он стоял как дурак. Ты бы его только видел. Дали мы ему прикурить. А мать решила купить эту мельницу. Забавно, а? Девушки отдыхают. Но, по крайней мере, теперь есть что рассказывать друзьям. Извини. Что? Что? С ago? С てápис. Продолжение следует... 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 ничего особенного так недоразумение мы уже разобрались понимаю протеже княгини мы трогать не станем а вот этих с ними другое дело пойдете с нами посидите в камере в другой раз чудить расхочется идем а вы однако умеете махать лапами работу часом не ищете у нас был бы хороший дуэт да как ты себе это представляешь да при отличнейше я бы своим делом занимался а вы стояли бы на страже но и потом вы сильнее меня так что с утра носили бы помои помогали бы грязь развозить значит правы были мужики которые хотели тебе люлей прописать жить-то как-то надо ну так что по рукам уважаемый я подумаю интересует меня один человек сейчас-сейчас до разговоров милости просим на креслице у меня чистая обувь в этом городе ни у кого нет чистой обуви разве что кто-то только что вышел от меня прошу ну то каком вы хотели спросить об одном твоем клиенте высокий в хорошем черном сиртуке не местный чужеземец что-то припоминаю скромная сумма могла бы освежить мне память сколько ну скажем 500 крон чего да ты с ума сошел на что тебе столько денег да я вот дело хочу расширить понимаете будку хочу с большой вывеской и новый ящик ваксу щетки а если денег хватит еще в прачечную вложусь тогда за грязную воду платить не придется я вижу ты уже все спланировал а как же теперь осталось только денег найти ну хорошо может как-нибудь договоримся вот видишь я знал что мы договоримся будь по-твоему настолько я согласен премного благодарен я этого не забуду ну давайте к делу дядьку которого вы ищете я знаю а вот как зовут нет но он раз в пару дней заходит он всегда добрый платит больше нужно знаешь где его найти нет но вы погуляйте тут вдруг он появится у меня нет на это времени ты точно не знаешь где его искать может помнишь откуда он приходит я когда обувку чищу по сторонам не пялюсь кто куда идет не смотрю я смотрю у вас дела не очень а вот и ты тебе лучше да благодарю воздух местных некрополей для меня крайне благоприятен теперь позволь я задам правильный вопрос видишь эту бутылочку мальчик стоит добавить одну каплю ваксу и даже самый грязный башмак будет сиять как купол собора святого лебеды с ней ты без труда будешь чистить в три раза больше башмаков и получать больше денег она твоя если скажешь где живет человек которого мы ищем ну а вы ему ничего плохого не сделаете он может странный немного но добрый нет же это наш приятель но у нас с ним вышла размолвка мы хотели бы с ним поговорить я ему ботинки оставляю у одного дома в порту у такого с красной дверью но не знаю там он живет или нет проверим может найдем что-нибудь так может прежде чем вы пойдете я позабочусь о ваших ножках при всем уважении обувка у вас могла быть и почище спасибо в другой раз когда ты рыцари такого шалопа и как ничего делать это неплохо справился с этим малым ведь мне главное найти правильный подход ну ну скорее уж подобрать правильную взятку о о ваш образ восьне будет одевы тревожить нас целый поход Красная дверь. Это о ней говорил чистильщик. Даже не шелохнулось. Придется выломать. Умоляю, прояви немного так-то. С тем же успехом ты мог бы стоять на улице, лупить в бубен и кричать, да, Этлов, я иду за тобой. И что ты предлагаешь? Дай мне минуту. Уловка. Ты не думал стать взломщиком? С такими-то способностями. Я подумывал об этом, но решил, что это очень уж скучно. Пойдем. Он здесь. Ты чувствуешь его? Нет, его нет. Но он точно здесь был. Запах все еще силен. Давай осмотримся. Пойдем. Продолжение следует...